Университет Гумбольта Университет Гумбольта — величайшее институциональное творение в XIX веке. Уже в XX веке это величайшее институциональное творение подвергается критике. Да, конечно, огромным ударом стала для университета Гумбольта нацистская диктатура. Но критика, безусловно, может вестись и по другим направлениям. Да, конечно, то, что касается нацизма, вот этот феномен мандаринизма, но уже Томас Манн говорил о том, что университет Гумбольта не способен обеспечить гуманитарное развитие, он не способен вести мир гуманизации. Но, конечно, самая серьезная критика наступает тогда, когда Европа вступает в период интеллектуальной и культурной рецессии. И, безусловно, конечно, встает вопрос, кто виноват в том, что Европа находится в ситуации интеллектуальной и культурной рецессии. И, прежде всего, Германия находится в этой ситуации. Да, конечно, попытаются осмыслить некоторые принципы Гумбольта, в частности, принцип уединения и свобода. Этот принцип уединения и свобода будет признан ошибочным. Берн Хенниксон, профессор Берлинского университета, он открыто в своих работах говорит о том, что это ошибочный принцип, потому что ученый должен быть гражданином. Если ученый не является гражданином, то его ценность, его научных изысканий стремится к нулю. Как дальше осмысливать принципы университета Гумбольта? Да, конечно, студентов в Германии стало гораздо больше. Если в XIX веке где-то было 30 тысяч студентов, то вот как раз сейчас этих студентов стало в Германии уже свыше 3 миллионов. Конечно, возрастает нагрузка на одного преподавателя. И, конечно, исследовательский компонент из образования уходит. Стоят совершенно другие задачи перед образованием. Ну и, конечно, Болонский процесс, Сорбонская декларация, Болонская декларация, они как раз выразили эти новые принципы. Создание Болонской системы привело к качественной перестройке образования в Европе, ну и, конечно же, в Германии. Да, двуступенчатая система образования, бакалавриат, магистратура, это хорошо известно сейчас и в наших вузах. Но что же стало в рамках этой системы с принципами университета Гумбольта? Ну, во-первых, преподаватель, по сути, уже утрачивает исследовательские навыки, особенно в рамках бакалавриата. То есть исследование, оно уходит из университета. И даже если люди работают в рамках одного университета, то исследованием занимаются одни люди, преподаванием занимаются другие люди. Безусловно, это ведет к очень серьезному сокращению расходов на образование. И надо всегда иметь в виду мысль о том, что скудость преподавания ведет к скудости развития науки. То есть наука, конечно же, от этого очень сильно пострадает. Наука уходит из университетов, научные исследования ведутся в рамках научных, политических, общественных, других фондов. То есть полностью происходит отделение преподавания от исследования. Другая проблема, которая тоже всеми обсуждается, а как же тогда продлевать преподавателям контракты? Но здесь один принцип. Кто пишет, тот остается. Кто публикуется, тот остается. Кто не публикуется, тот вынужден покинуть университет. И это конфликт. Это конфликт, который, с одной стороны, заставляет критиковать идеалы Гумбольда, заставляет говорить о том, что образование теперь прежде всего должно встать на коммерческую основу и отвечать на вызовы общества. А с другой стороны, конечно, конфликт с идеалами Гумбольда, он очень негативно воздействует на качество высшего образования в целом. Да, конечно, сейчас происходит фестивализация науки. Да, вот этот термин, который ввел Берн Хенниксон, что конференции, симпозиумы, что ученые уже не нуждаются в уединении, что ученые, наоборот, открывают все свои замыслы. И в условиях интернета что-либо скрыть и, в общем-то, какой-то ноу-хау сделать прерогативы лишь одного ученого, это, в принципе, невозможно. Но вот эта вот фестивализация науки, она тоже как-то находится за пределами университета. Безусловно, баллонский процесс, он имеет очень много преимуществ. И главное преимущество заключается в том, что образование перестало быть национальным. Да, действительно, одни и те же принципы во всей Европе. Обязательно семестр надо провести студентам за границей. Кредитная система, зачетные единицы – это все принимается в любом университете. То есть образование перестало быть национальным. Это становится наднациональным явлением в Европе. Но научные исследования продолжают сохранять национальные различия и культурную специфику. И прежде всего, конечно, это касается гуманитарного знания. Как бы не стремились ученые-гуманитарии создавать работы на английском языке, писать доклады на английском языке, Но той глубины мысли им на чужом языке никогда не удастся достичь. Только родной язык способен гуманитария привести к каким-то действительно прорывам, интеллектуальным прорывам. Поэтому культурные различия будут всегда. И прежде всего, эти культурные различия будут в гуманитарном знании. Это, конечно, противоречие. Это большое противоречие, которое заставляет, с одной стороны, нас критиковать модель университета Гумбольта, а с другой стороны, вспоминать ее и говорить, что студенты нам тоже нужны. Молодежь. То есть никогда ученый-гуманитарий, да и не обязательно гуманитарий, не сможет продвинуться без того, чтобы обсуждать какие-то свои идеи с молодой аудиторией. Не случайно молодежь – это одна из важнейших составляющих вот этого университета Леонардо, о котором сейчас так модно рассуждать. Молодые мозги, идеи, которые высказывают студенты в рамках семинаров, которые содержат в себе исследовательскую компоненту, они действительно, вот эти идеи, высказанные студентам, они действительно способны очень серьезно влиять на развитие гуманитарной науки. Ну и, конечно, еще один важный момент, который сейчас тоже является составной частью университета Леонардо – это трансдисциплинарность. Да, конечно, мы используем методы смежных дисциплин, мы говорим о гуманитарном знании в целом, и даже сейчас разрабатываются новые стандарты высшего образования, которые, в общем-то, предусматривают обучение базовым дисциплинам в рамках единого гуманитарного направления. То есть нет какой-либо специализации. И вот как раз университет Гумбольта здесь не должен критиковаться, здесь не надо его ругать, а надо вспомнить с благодарностью, потому что в его основе лежало обучение посредством философии. Именно философия, она определяет границы познания, она диктует алгоритм, который ведет ученого к открытию. И получается, что вот эта вот междисциплинарность, она, хотя и является феноменом уже XX века, но она связана с университетом Гумбольта именно в силу вот такого внимания к философии. Ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что у Вильгельма Гумбольта был брат, младший брат Александр фон Гумбольт, который читал в конце XX-х годов XIX века лекции в Берлинском университете Фридриха Вильгельма. О чем же он читал? О космосе. О космосе. То есть он пытался естественные науки объединить и написал работу «Космос». И вот это как раз заставляет нас признать, что действительно очень много можно найти ответов на вопросы, которые волнуют сейчас науку, образование в принципах университета Гумбольта. И междисциплинарность – это тот принцип, который был, в общем-то, конечно, нереализован, но предвосхищен университетом Гумбольта. Сегодняшнее университетское образование – это так называемый «бродштудиум». То есть это образование ради куска хлеба, чтобы в дальнейшем зарабатывать деньги на этот кусок хлеба. В таком университете исследование становится мифом. Университет теряет способность к саморефлексии. Он начинает оценивать себя по каким-то иным меркам. И, конечно, мудрость нации имеет много домов. Много домов. Но университет – это изначальный дом мудрости нации. Поэтому, несмотря на то, что преподавание и наука не едины в современном университете, всё равно мы думаем о том, как сделать, чтобы это воссоединение произошло. И вот как раз университет Леонардо – это та идея, которая призвана воплотить единство науки и преподавания. Но главные принципы университета Леонардо – это, конечно, трансдисциплинарность, это элитарность образования. То есть поддерживать надо всё неординарное, всё, что не вписывается в какие-то общепринятые рамки, даже если это рамки баллонского процесса. Ну и, конечно, самый главный, на мой взгляд, третий принцип университета Леонардо – это привлечение в исследовательские практики молодёжь. И на этом я бы хотела закончить, потому что действительно молодёжь, она не должна быть отлучена от исследований, потому что исследования – это развитие, а развитие, как писал великий Вильгельм фон Гумбельт, это свобода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!